27 и 28 марта в Москве в деловом центре Москва-Сити проходил самый масштабный международный блокчейн-форум и криптовыставка в Европе. Здесь приняли участие более 10 тысяч участников и сотни журналистов. Огромное количество компаний представили свои стенды под крышей экспоцентра. Это криптобиржи и криптообменники, инвестиционные фонды, поставщики железа для майнинга, блокчейн-платформы, сервисы для трейдинга, разработчики ПО и другие профессиональные организации. Одновременно в трех залах проходили выступления спикеров на темы, как инвестировать в токены, майнинг и т.д. В главном зале инвестиций и криптовалюты Алексей Валентинович Муратов представил новейшую технологию блокчейна призм, которая, по его словам, должна в корне изменить и финансовую систему, и экономику всех стран. После своего выступления он ответил на шквал вопросов, и в зале раздались бурные аплодисменты. Проект призм, доклад называется «О существующей проблеме криптовалют. Перспективные решения и возможные альтернативы». Мы в перерыве с Алексеем беседовали, и я считаю, что в 2008 году во время кризиса золото за два года подорожало почти в три раза. Это считается одной из причин того, что ограниченное количество золота в мире. И в следующем очень много вариантов того, что в следующий кризис биткоин будет дорожать очень сильно, потому что это ограниченное количество ресурсов. Вот Алексей со мной не согласился, говорит, что у биткоина есть много проблем. Так что поприветствуем, Алексей. Приветствую, уважаемые коллеги. Что касается золота, мы также обсуждали, что цена на золото, которое сегодня есть, это так же, как и на фондовом рынке акции и компаний. Это раздутая стоимость, если вы пытаетесь физически получить это золото по той цене, вы его не получите. Реальная стоимость золота, она гораздо выше. И об этом я узнаю, когда финансовая система будет существующей пиатной падать банковская. Что касается проблем, связанных с криптовалютами, я о призме скажу в конце, немножко как бы коснусь непосредственно самой технологии, самого блокчейна. Хотелось бы поговорить немножко о тех проблемах, которые сегодня есть в криптосообществе. Я выступаю, прежде всего, на конференциях в Азии, в России бываю редко, но стараюсь приезжать на конференции и поднимать вопрос, связанный с центрированием абсолютно всех криптовалют. Вот сегодня все говорят о том, что основное преимущество всех криптовалютов это то, что они децентрализованы. Это их основное преимущество, именно в этом их популярности. На самом деле, сегодня это иллюзия децентрализации. Все криптовалюты можно разделить на две группы. Первая группа это те криптовалюты, которые прямо изначально не децентрализованы. То есть, когда не даются ноды в публичный доступ, или мастер ноды дается кругу избранным доверенным пользователям, это не децентрализация. Когда все равны, но есть равнее. И вторая группа криптовалют, когда они зарождались как децентрализованные, когда можно было скачать весь блокчейн себе на компьютерном домашнем, майнить, получать часть эмиссии новых монет, голосовать своим нодой, своим узлом при принятии решений в случае изменения правил в сообществе. То сейчас вот это усложнение добычи биткоина, гонка майнинговых мощностей привела к тому, что власть узурпируется в руках крупных майнинговых пулов. Сегодня несколько десятков крупных майнинговых пулов получают всю эмиссию новых монет. Сегодня по сговору эти крупные майнинговые пулы имеют возможность менять правила для всего сообщества. Сегодня уже мало кто пользуется холодным кошельком, скачивая себе весь блокчейн, храня биткоин непосредственно у себя, доверяя горячим кошелькам. То есть тенденция такая, что в итоге будет один крупный майнинговый пулов, который будет получать всю эмиссию новых монет, будет в любой момент иметь возможность менять правила для всего сообщества и точно не в ущерб собственным интересам. И, конечно, это не децентрализация. Я фанат, поклонник технологии блокчейн. Я продвигаю эту технологию с 2011 года. С 2011 года я по всему миру провожу конференции, рассказываю о несовершенствии существующей мировой финансовой системы. По сути, это сегодня финансовая пирамида, на вершине которой стоят финансовые элиты, через Федеральную резервную систему вбрасываются сегодня новые, ничем не обеспеченные доллары. Они обесценивают те доллары, которые находятся на руках у физических лиц, юридических лиц и в резервах центральных банков. Тем самым мы их обесцениваем. Это инфляция в мире, это такой своеобразный налог на общество стороны этих лиц. Это несправедливо. И сегодня миру можно предложить абсолютно новую мировую финансовую систему, децентрализованную, построенную на блокчейн. Но это не те криптовалюты, которые сегодня есть, которые, по сути, это иллюзия той децентрализации, о которой говорится. Вот выступая с 2011 года на конференциях и рассказывая о технологии блокчейн, и кайф, мы ставили, конечно, пример биткоин долгое время. Мы одни из первых два года назад увидели все эти минусы, которые не позволят никогда биткоину стать полноценным международным платежным средством, претендовать на роль децентрализованной финансовой системы. Первая проблема, я ее озвучил, связанная с центрированием, то есть это не децентрализованный проект. Когда ты не знаешь, кто разработчик, когда 90% монет находится на 10% по 10% кошельков, когда фактически ноды и узлы концентрируются в руках крупных майнинговых пул, это, скорее всего, будет Китай, потому что именно там производится основное майнинговое оборудование, и мы всегда, Россия, будет проигрывать Китаю, пока мы не начнем производить собственное оборудование майнинговое. Если мы не способны проводить собственное майнинговое оборудование, мы всегда будем в числе догоняющих, потому что Китай сначала полгода на этом оборудовании майнит сам, а потом через полгода начинает продавать в третьи страны, в том числе в Россию. То есть, представим, добычу золота, вы копаете руками, китай стоит рядом, копает лопатой. Через полгода он вам продал эту лопату или сдал в аренду. Вы копаете лопатой, он копает экскаваторов. Об этом мало кто говорит, но на майнинге прежде всего зарабатывают производители майнингового оборудования. Мне, конечно, обидно, что Россия постоянно старается кого-то, чего-то догонять. Когда сегодня есть уникальный шанс у России, есть уникальный шанс у наших молодых специалистов создать по-настоящему децентрализованный блокчейн, который будет по техническим параметрам превосходить биткоин, но самое главное, концептуально, он не будет центрироваться. И эта криптовалюта, я ее называю национально, потому что все-таки хотелось бы, чтобы она родилась у нас в России из пера наших специалистов. Но это не говорит о том, что эмиссия должна находиться в контроле у центрального банка. У этой криптовалюты, если она будет узурпированной власти в руках ЦБ, будет популярность такая же, как у российского рубля. Она должна быть по-настоящему децентрализованной. И тогда она будет пользоваться популярностью не только в России, но и по всему миру. И сегодня блокчейном призм мы показали, как технически можно решить и проблему центрирования, проблему 51%. И как сегодня можно ускорить подтверждение транзакций. То есть транзакция у нас уже проходит со скоростью до 1 минуты 10 подтверждений. Стоимость транзакций снизить. Вот у биткоина, у эфира, если вы пытаетесь рассчитаться за чашку кофе стоимостью в 1 доллар, вам нужно будет заплатить несколько долларов в виде комиссии. Именно это сегодня не позволяет биткоину стать полноценным платежным средством. Приходит бабушка в магазин, смотрит буханка хлеба, 0-0-0 какой-то там биткоин. И цена постоянно скачивает волатильность. Она взяла эту буханку, пока идет к кассе, цена поменялась несколько раз. Пока рассчитывается, идут часы на подтверждение. И в итоге еще и комиссию нужно заплатить бешеным. С таким инструментом нельзя претендовать на роль международного платежного средства. Поэтому и биткоины, и все топовые криптовалюты остаются больше спекулятивным инструментом. И по сути не представляют угрозу тем финансовым элитам, которые сегодня стоят за Федеральной резервной системой. Но сама технология блокчейн революционна. Она позволяет создать инструменты, которые позволяют передавать ценность P2P друг к другу напрямую, минуя посредника в виде государств, банков и финансовых корпораций. Продвигая биткоин, мы вот два года назад только обратили на эту проблему, связанную с центрированием. Начали смотреть другие проекты, другие криптовалюты. И по сути при всем богатстве выбора, тысячи криптовалют, но большинство из них это либо форки, копии биткоина, когда взяли, условно, с книжки обложку отодрали, поставили себе там автора. Это не продукт. Это ничего не стоит. Это три дня делал небольшой команды программистов, любой форк можно сделать. Либо токены, выпущенные на эфире, под какую-то гениальную идею, под какой-то гениальный проект. Но мы это с вами понимаем, что реальная экономика, реальный бизнес не дает таких иксов, которые обещаются на SEO. Что это, по сути, обман. Самообман, как угодно можно называть. Чем обеспечен биткоин? Тот, кто говорит, что там какое-то железо, какой-то расход электроны, это все пустое. Кому сегодня нужен пятый айфон? Ничто так в мире не обесценивается, как вот это железо. Не может оно быть обеспечением. Биткоин обеспечен тем, что это уникальная технология, которая ограничена в количестве, потому что в исходном ходе прописано порядок эмиссии и сколько эмиссируется монет. Раскрученный вот этот тренд, который приводит к тому, что огромное количество людей хочет купить биткоин, но на всех вот этой эмиссии не хватает. Поэтому спрос превышает предложение, цена растет. Когда спрос ниже предложения, то эмиссия, цена соответственно падает. Вот чем он обеспечен. Призм это сегодня технология, которая превосходит биткоин. Да, это молодая технология, да, это молодой блокчейн, мало кто знает, но будущее именно за такими криптовалютами. Я не рекламирую призм, не хочу, чтобы вы сейчас выйдете из зала, пошли покупать призм. Я хочу, чтобы вы задумывались просто о тех проблемах, которые сегодня есть в этой отрасли и правильно приняли решение, что развивать. Нужно создавать вот такие передовые криптовалюты. Если завтра нас кто-то переплюнет, сделает блокчейн лучше, я сниму шляпу и буду помогать развивать этот проект. Потому что мы его создавали от безысходности. При всем богатстве выбора, выбрать было нечего. Поэтому, когда ты критикуешь, предлагаешь, предлагаешь, делай. Мы сделали. Сейчас мы ведем работу над созданием Discovery Prism. Это визуализация блокчейна. То есть это вселенная, галактика, каждый кошелек. Чтобы любая бабушка могла увидеть, что же такое блокчейн, как же это работает. То есть эти звездочки, это кошельки пользователей, между ними связи. Это вот система, она только рождается. Prism настолько элегантно сделан, что по сути права абсолютно у всех равны. Я пользуюсь таким же Lite кошельком или техническим кошельком, с GitHub'а скачиваю, как и пользователи, которые придут завтра в Prism. Любая бабушка может взять с GitHub'а двумя наждаем этими кнопками, установить себе весь блокчейн, вот этот узел, ноду, на свой Pentium дома и стать полноценным хозяином Prism. Когда вот такие равные возможности предоставляются абсолютно всем пользователям, вот это и есть настоящая децентрализация. Когда каждый имеет возможность взять эту амбарную книгу, в которой записаны все транзакции, и вести этот учет, контролировать. Когда, если меняется правило, каждый на своем компьютере принимает решение, обновить ноду или нет, проводя вот это самое прозрачное голосование. Но самое главное, что нам хотелось бы сделать, это построить новую вообще экономику. Мы говорим о том, что рыночная экономика сегодняшняя на себя исчерпала. Не может экономика задавать цель. А экономика, вот в нашем понимании, должна быть нацелена на развитие человека и общества. Сам рынок, он нацелен прежде всего на извлечение максимальной прибыли, и это ведет до города в тупике. Вот финансовая система сегодня, это пирамиды, деньги печатаются наверху и вбрасываются в экономику, чтобы она нормально дышала и работала, эта кровидосная система. Вбрасывается сверху финансовыми литами. Простой человек, который находится внизу, он вынужден эти деньги зарабатывать, либо просить брать в кредит, либо трудиться с утра до поздней ночи, чтобы получить эти фантики, либо брать в долг. Мы же создали систему, когда вот эта федеральная резервная система у каждого в кармане, эмиссия производится на обычном мобильном телефоне абсолютно у всех пользователей, независимо от того, поддерживают они работоспособность системы или не поддерживают. И когда человек становится эмиссионным центром денег внизу, тогда вся экономика разворачивается к нему лицом, начинает конкурировать за эти деньги, которые он эмиссирует. Это выстраивается совершенно другой мир, совершенно других отношений, открытых прозрачных финансовых отношений, где нет посредников, где нет элит. И этот мир обязательно придет. И сегодня мы видим, что вот в этой борьбе фиатные деньги, они проигрывают. Проигрывают, этот фиатный монополист, он теряет свою власть, этому уже никуда не уйти. Но мне бы хотелось, чтобы те криптовалюты, которые завтра будут составлять вот эту основу будущей мировой финансовой системы, рождались здесь у нас в России, из-под бюра наших российских разработчиков. На этом все, я готов ответить на ваши вопросы, готов подискутировать. Я сегодня специально задавал вопросы представителям компаний, которые продают майнинговые оборудования, провоцирую их, надеясь, чтобы все-таки подискутировать. Потому что мне непонятно, почему эти вопросы не поднимаются в нашем сообществе, почему эти вопросы не обсуждаются экспертами. Либо не понимают основу блокчейна, либо нарочно закрывают глаза на проблемы с центрированием, на вот эту иллюзию децентрализации. Закрывают вопрос на вот этот майнинг у биткоина, который по сути является пустой работой, перебор хешевого мусора. То есть это никакого отношения к поддержанию работоспособной системы не имеет. Мы просто сжигаем ресурсы, электроэнергию, планеты и земля в пустую. Сам блокчейн может работать гораздо лучше без вот этого и железа, на расходы электроэнергии. Почему эти вопросы не обсуждаются? Или когда говорят о том, что легализовать или не легализовать криптовалюты. Ставьте вопрос, что легализовать. Биткоин, то это по сути передача финансовой системы страны в руки частного мирового капитала. Когда вы даже не знаете, кто создал этот проект, кто стоит за этой майнинговой фермой, за этот майнинговый бум, который сегодня диктует правила и который получает всю эмиссию новых монет. Вы не знаете, кто владелец этих 10 кошельков, у которых узурпировано 90% монет. По сути, вы непонятно, кому передаете важнейший инструмент государственного суверенитета. Ведь любая криптовалюта, исходный код криптовалюты, это что? Тире. Это правило. А вот какое правило вы заложили, от этого вы получаете продукт. Вот как, допустим, в атомной энергетике. Можно создать атомную бомбу, можно создать атомную станцию, можно на голову сбросить, а можно освещать города. Какие правила вы заложите, такой продукт у вас на выходе. Вот мы за атомные электростанции, чтобы освещать город. Но мы против атомных бомб. Дальше, готов к вопросу. Все время работает, да? У меня море вопросов, честное слово. Давайте начнем с простого. Расскажите, пожалуйста, вы так здорово раскритиковали там блокчейн, такой недоцентричный. Блокчейн, революционный технологий за биткоин. Простите, биткоин. А каким образом вы решили в призме? Я просто мало знаком с вашим проектом. Может, расскажете, как вы решили эти проблемы? Кратко. Вот все знают профи-ворк, профов-стейк. В одном случае блоки, вот в амбарной книге есть блокчейн, чистые листочки бумаги, это блоки, куда записываются транзакции. На профи-ворке эти чистые листочки бумаги делаются путем этого майнинга, борьба мощностей, перебор хешевого мусора, подбирается красивое число. Как только вы подобрали красивое число, вы создали этот чистый лист бумаги, за это получили вознаграждение в виде новых биткоинов. На профов-стейке то же самое делается, но балансом. Вы балансом сфоржили, создали этот лист бумаги, за это получили вознаграждение в виде новых. И получается такая ситуация, что у кого больше майнинговых мощностей железа, тем у того больше вероятность форжить создать чистый лист бумаги, вот этот блок. И получить вознаграждение. И получается, что если мы не производим это оборудование, а производят его китайцы, конечно, они эту гонку выиграют. Причем выиграют те, у кого больше актива, капитала, которые имеют возможность купить это железо. Простой человек из этого процесса исключен. Раньше можно было в биткоине, в мане. На профов-стейке то же самое балансом. То есть ты имеешь большой баланс, чем больше баланс, тем больше вероятность создать этот блок и получить вознаграждение. Таким образом ты усиливаешься, усиливаешься, усиливаешься и узурпируешь на себе власть. Мы сделали следующее. Мы отвязали эмиссию новых монет от задач по поддержанию работоспособности системы. То есть у нас блоки делаются как на опосе, балансом. Но человек, который из форжев создал этот блок, чистый лист бумаги, он получает лишь комиссию от тех транзакций, которые были записаны в созданный им блок. А вот эмиссия новых монет, она идет абсолютно всем участникам системы в качестве вознаграждения за то, что они пользуются данным продуктом. То есть ты пользуешься, ты уже его популяризируешь, получаешь вознаграждение за это. И получается такая картина, что с генезис кошелька по мере развития комьюти все на большее и большее количество адресов начисляются новые монеты. И даже если какой-то пользователь попытается узурпировать власть, скупить побольше монет, он станет, да, богаче внутри этого сообщества. Но его объем монет к общей массе монет в системе со временем все равно будет снижаться, все равно власть будет терять. Таким образом, у нас нет этого центрирования. По мере развития призм еще сильнее распыляется и становится более децентрализованным. Я не понимаю, почему еще до сих пор никто не повторил вот этот подход. Пусть не так, как мы, условно, но не отвязал эмиссию новых монет от задачи поддержания работоспособности системы. Если мы понимаем, что майнинг это пустая работа, которую, по сути, насосали из пальца, чтобы обосновать эту эмиссию, если мы ее убираем, то почему бы вот эту эмиссию не привязать к каким-то созидательным действиям? Не просто тупо сжигать электроэнергию, а какой-то созидательной работе. Ты сделал что-то хорошее, за это получил новые монеты в сообществе. Вот вам идея подумать о создании новых блокчейнов. Таким образом, мы решили эту проблему. За счет того, что идет распыление абсолютно на все аккаунты. И по мере развития, чем больше аккаунтов, тем больше распыление происходит. И властью зорпировать нельзя. А распыление происходит одинаковое количество монет всегда? Там два критерия. Сейчас еще расскажу. Вот объезжая конференции, я увидел огромное количество лидерных сетевиков, которые там вот эти коины, каких только там поналепили, и предлагают там реферальные системы. По сути, это хайп. То есть взяли формбитка, копию сделали в одной стране формбитка, а с другой стороны, они вот этот предмайн на отдельном софте по реферальной программе раздают, там каким-то это, выплачивают. Но по сути, здесь админ, здесь сервер, здесь хозяин, здесь в любой момент все может прекратиться, но все-таки аккаунты, структуры, все это пропадет. Но мы видим, что это востребовано. Сегодня в биткоине там, допустим, 5 миллионов пользователей. На рынке криптовалют, на рынке MLM бизнеса сотни миллионов людей, которые там продают, мы думаем, почему бы нам в децентрализованную нашу криптовалюту не вшить в децентрализованную систему продвижения. И мы вшили партнерку. И у нас получается эмиссия новых монет зависит от двух параметров. Первый параметр – это размер баланса на твоем кошельке. А второй параметр – это размер баланса последователей, которых ты привел, там, активировал. Ты передал любое количество приз новому участнику, на его кошелек перевел. В блокчейне прописывается связь между вашими кошельками, и в математике заложено так, что вот этот баланс на 880 уровне, там, в глубину, учитывается при скорости создания новых единиц на твоем кошельке. То есть, если ты просто пользуешься призмом, ну, тебе начисляется вот столько монет. А если ты активно развиваешь, продвигаешь, то чуть-чуть больше. То есть, твой вклад в сообщество, в его развитие. Это честно, справедливо, это равные возможности абсолютно для всех участников. Это созидательный в депмайне, позитивный. Мы привязали к этому. Получается, что у нас децентрализованная криптовалюта, у которой ноль человек в техподдержке. Если сегодня моя команда программистов отключит ноды наши, система все равно будет работать на тех нодах, которые подняты в Индии, в ЮАР. То есть, мы уже не контролируем этот процесс. Это джин, который выпущен из бутылки, этот социальный вирус, который начинает уже расходиться по всем странам. То есть, мы не контролируем. То есть, это децентрализованные криптовалюты, которые сама же себя не продвигают, потому что имеют децентрализованную систему продвижения. У нас нет отдела маркетинга. Нет. Ноль человек в техподдержке, ноль человек занимается маркетингом. Кто-то за это критикует, что у нас продукт супер, маркетинг не то, что в лапу, он отсутствует. Но, с другой стороны, мы знаем, что вот этот вшитый инструмент все равно свое дело сделает. С каждым днем участников призов все больше, больше и больше. Теперь еще по Proof of Stake немножечко пару вопросов. Вы говорите, что бабушка будет расплачиваться хлебом. Это означает, что комиссия будет минимальной, верно? Да, комиссия в призме составляет пол процента. На минимальных, на небольших суммах. То есть, если на чашку кофе вы пойдете, рассчитывается, вы заплатите пол процента от стоимости. А на крупных суммах она фиксирована. То есть, когда комиссия доходит до 10 призм, до 10 долларов у Олеги, она становится фиксированной для любых сумм. То есть, если вы даже будете переводить 10 миллионов в другую точку мира, вы заплатите комиссию 10 долларов. Так, а как вы реализовали Proof of Stake? Вот в случае с... У нас не Proof of Stake. Proof of Work и Proof of Stake – это все технологии, которые привязали эмиссию новых монет в задачах поддержания работоспособности системы. Так, но у вас баланс. У нас блоки делаются на постбалансом, а вот эмиссия новых монетов – она отдельная. Это не классический пост. Эмиссия не Proof of Stake, но гарантия целостности все-таки Proof of Stake? Да, Proof of Stake. Супер. Так, а как бороться вы планируете с тем, что вот придет к вам олигарх и начнет публицировать все подряд? У него просто денег много. Я же объяснял, он будет богаче внутри нашего сообщества, скупая эти монеты. Но его доля, все равно его монет, общему объему эмиссированных монет будет все равно снижаться все время. Потому что чем больше комитет, тем на большее количество адресов. Классическая проблема Proof of Stake. У него дофига денег, он будет постоянно публицировать блоки, он будет подделывать, выходить из сети, 51% и вся эта история. Как вы это решили? Нет, нету сегодня крупных держателей баланса. Вот запустил проект, к нам приехали сразу китайцы, которые говорят, мы сделали предмайд 10 миллионов, конечная эмиссия 6 миллиардов. Даже не выходили на СЕОП, потому что у нас уже готов был продукт. Нам нужно было, наша задача решить максимальное комьюнити, максимальное количество стран, чтобы распылить первоначальную эмиссию. И нам не нужны крупные инвесторы, нам нужны партнеры, которые смогут распылить небольшими суммами максимум до 1000 приз в руки. И вы не купите ни гер, приз, там, большой суммой. Так если я скуплю у людей, предположим, на 10 миллионов. Ну никто он не продаст. Сейчас попробуйте выйти на биржу, попробуйте купить. Не, ну это система защиты очень слабая, что вам никто не продаст. Продадут. Слышите, когда приз будет оставлять большими суммами, дальше вы не сможете скупить. Даже при попытке скупать, вы внутри комьюнити, вот это, будете богаче. Но за счет того, что большое количество участников, большое количество кошельков, все на большее количество адресов начисляются новые монеты. И вы тоже будете патентом. Вот вы же пришли, скупаете монеты, над вами стоит человек, который вас приактивировал, ваш кошелек, у него порабанин будет ускоряться от этого. Там математика выяснена таким образом, что узурпировать власть невозможно. Вы будете все равно терять. Я не про узурпацию власти. Я по поводу того, что по Proof of Stake, получив определенное количество монет, я получаю возможность публицировать блоки. Нет. Как это нет? Вы только что сказали. Вы делаете баланс. При балансе 1000 призм, вы создаете блоки. Чем больше баланс, тем вероятность увеличивается. Но он увеличивается непропорционально. Условно, при балансе 1000 призм, вы можете сделать один блок. А при балансе 10000 призм, два блока. А при 10000 условно. Система сделана таким образом, чтобы дать равные возможности всем пользователям. То есть сам блокчейн с гитхабом может любая бабушка на своем пентеуме установить, стать полноценным вот этим узлом. Для этого не нужны майнинговые фермы и расход электроэнергии. Баланс в 1000 призм, 1000 дор, многие себе могут позволить и создавать эти блоки. То есть это равные возможности. Причем чем больше будет комьюнити, чем больше будет таких узлов, тем больше будет децентрализация. Ведь сегодня в чем проблема? Вот сам блокчейн, это амбарная книга. Чем у больших людей эта амбарная книга находится в руках, тем сложнее что-то вписать, что-то подделать. Потому что каждая транзакция, она сверяется. Ложные транзакции будут отвергнуты теми узлами, которые находятся участникам. Чем больше этих участников, тем сложнее договориться. Вот у биткоина тенденция такая, что этих узлов становится меньше. Простые люди из этого процесса выходят, потому что невыгодно скачивать себе блокчейн, потому что майнинг ты не получаешь ничего. Холодными кошельками уже многие пользуются просто горячими, не охраняя у себя эти средства. У нас система построена таким образом, чтобы у нас максимальное количество людей устанавливались вот эти узлы, становились не просто держателями призма, а вот этими узлами полноценными с нодой. Потому что они, установив вот эту ноду, вот этот блокчейн, имея баланс тысячи призм, они получают комиссию от тех транзакций, которые вписались в блоки, которые споржены ими. Это выгодно. И мы уверены, что таких форжеров будет все больше, больше и больше. что каждый человек захочет иметь вот эту комиссию от транзакций, что каждый человек захочет принимать решения при голосовании, если будут меняться правила в сообществе. Каждый человек захочет держать именно призмы у себя на своем компьютере, вот на узле, а не где-то у кого-то на горячем кошельке. Да, но только вы только что описали то, куда идет Этериум. Они идут на тот же профористейк, что вы описываете. Да, они идут в правильном направлении. Если вы это скажете, да, Эфир идет в правильном направлении, потому что профорист это технология, которая завтра уйдет в историю. Потому что это пустая профориста. Они идут через дебрит на профористейк. Но и тот же самый профористейк он тоже объяснил, как подвержен центрированию. Выход один. Но мы нашли, по крайней мере, может быть, завтра найдет кто-то другой. Мы нашли сегодня отрезать эмиссию новых монет от задачи для поддержания работоспособности системы, чтобы новые монеты не доставались тому, кто узурпировал власть по поддержанию системы. Пусть они достаются всем пользователям. Пусть он распыляется. Пусть он расходится. Вот этим достигается децентрализация. И дать максимально простые условия пользователям для установки ноты, чтобы это было легко, просто, доступно и выгодно обычному человеку. Все. И тогда... А еще такой быстрый вопрос. А скажите, вы с политикой не связаны никак? Я 10 лет был депутатом. Да. Вы очень-очень клево рассказываете. Спасибо. Пожалуйста. Вы, кстати, не выступали в IT-зале случайно? Вы знаете, я часто выступаю. Здесь? Здесь. Нет, я не выступал, я вопрос задавал. Сегодня утром, очень жаль, конечно, чтобы подискутировать по IT было бы интересно с вами. Я когда вас слушал, у меня сложилась, вспомнилась одна поговорка такая, знаете, про конкурентов плохо не говорят, когда вы говорили про биткоин. Вот это вот напоминает больше на проповедь, знаете, социальную такую, вот давайте вот так, вот мы такие хорошие и так далее, да? Но я не увидел никакой разницы с Ethereum, например, когда у вас тот же самый Proof of Stake и точно так же есть более равные, чем все остальные равные. Ничем не отличается, единственное, что мы отделили эмиссию и оставили комиссию. Точно так же может случиться олигополия какого-либо рода и точно так же могут майнеры, которые подтверждают блоки, каким-то образом злоупотреблять. И даже в этой ситуации, когда биткоин перестанет имитировать новые монеты, то вы с ним сравняетесь. В принципе, точно так же, как и у вас, будет только эмиссия и майнеры будут только делать эмиссию, ну, в смысле, комиссию, не эмиссию. И скажите, пожалуйста, сколько у вас будет весить блокчейн при количестве транзакций 100 миллионов в секунду? И еще один вопрос, вы когда-либо подключите к вашему блокчейну технологию по аналогии с Lightning Network? спасибо. Во-первых, мы вообще не эфир, потому что нету эфира профу-стейка, не профу-ворк. Они пытаются сделать через гибрид уйти в профу-стейк. Это не так просто, потому что есть в исходном кодике определенные параметры, которые можно менять, а какой-то вот костяк ПТН, который очень сложно изменить. Поэтому это не так просто, поэтому еще давайте по-живому увидим, смогут ли они перейти. Это раз. Во-вторых, как бы комиссия. Вот сейчас у эфира какая комиссия? Это не позволяет эфиру быть полноценным платежным средством. Мы создаем полноценные платежные средства для людей, чтобы в этой системе, в этом сообществе были абсолютно равные права у всех. У меня как у основателя были такие же права, как у человека, который придет завтра в эту систему. То есть, чтобы он пользовался теми же самыми инструментами. То есть, сегодня, чтобы развивать и интегрировать призм в свою инфраструктуру, не нужно спрашивать какого-то разрешения. Заходишь на GitHub, берешь исходники, API, включаешь, даже можешь по дизайну, по архитектуре, делаешь все, что угодно. У нас, у моей команды, там запланированы определенные шаги по созданию инфраструктуры. Призем дискавери, визуализация блокчина, потом у нас шифрование под квантовые компьютеры, потому что мы уверены, что у американцев они уже есть, и мы работаем в этом направлении, потому что сегодня, по сути, подвержено абсолютно все, что в окно-то в розетку. Мы работаем на этом направлении, но вы можете спокойно брать исходники и работать в этом направлении. Размер блокчейна у нас мегабайт 300. Сам размер блока можно установить абсолютно любой, чтобы вы понимали. У нас сейчас как узнать... Извините, вопрос конкретный. 100 миллионов транзакций в секунду в вашем платежном средстве. Каков размер блокчейна подошел отгрузки будет через этот год? Бабушка, сможет поместить такое количество пептобайт у себя дома? Смотрите, вот сейчас у нас пропускная способность у призма превышает биткоин в два раза. При этом у нас сам блокчейн несколько сот мегабайт. При увеличении комьюнити, превосходящем сегодня комьюнити биткоин в призме, всегда есть возможность увеличить размер блока. Вот сегодня размер блока такой, чтобы комфортно работать нашему комьюнити в ближайшем... Я же это скажу. в ближайшем пару лет мы посчитали. Но размер блока мы можем увеличить любой. Мы можем сегодня обойти визу к своей способности вдвое. Но это будет требовать аппаратные требования совершенно другие. Уже на своем домашнем компьютере бабушка ноду установить не может. Но через два года, когда мы придем к необходимости увеличение блока до таких размеров, я уверен, что и железо подтянется. То есть домашний компьютер будет много, параметры гораздо выше железа. То есть вы пришли на конференцию, сделали вот эту маркетинговую презентацию и ни одной цифры на слайде не показали. Вы даже не можете ответить на вопрос технического характера как разработчик и инициатор этого проекта. Я основатель. Проект реализован был командой программистов. Есть white paper нашего проекта на 50 страницах с полным техническим описанием. Вы можете его посмотреть. То есть вы не можете ответить, забыли его или просто не хотите сейчас это просто можно считать. А вы можете посчитать раз, я могу бы, я обязательно почитаю про призыв. Виттолин, а сейчас можете посчитать и сказать 3 миллиона транзакций? А у него не будет столько транзакций вообще просто не будет, потому что это не нужно. И слайдинг нетворк и все мелкие платежи можно вывести на другой уровень. Это будет. Ну хорошо, это ваше видение, это мое видение. В любом случае спасибо, про приз я обязательно почитаю. Почитайте. основной пособ, который мне хотелось бы дать, о том, что не бегайте вы с этим биткоином как списанный торбой. Работает огромное поле, но работайте в правильном направлении. Копать нужно туда, куда, где вы будете первыми. Не будете вы первыми в майнинге, пока не будете создавать непосредственно майнинговое оборудование по эффективности не хуже китайского. Не создадите вы ничего уникального, копируя кого-то. Для построения будущего нужны инструменты и материалы из этого будущего. Смотрите, изучайте призм и делайте лучшее. Я готов буду помочь и продвигать ваших проектах. Поблагодарю Василию. Василию, за что я санкционный санкционный за активность жизненной позиции и другой продюсер. Спасибо. И крайний доклад у нас. Очень интересный проект. Я сейчас пообщался с докладчиком Илья Панкратов. Он провел от идеи до собрания хардкапа. У них небольшой хардкап был 400 тысяч долларов, но они все собрали именно от идеи до получения денег от инвестиций. Пожалуйста, встречаем. Илья Панкратов. Поприветствуем крайний докладчик на сегодня и вообще завершающей сессии, завершающий второй день. Как сделать из всего с нуля, сколько это стоит, какие специалисты нужны в команде. Пожалуйста, Илья.